Всем привет. Привет. В этом видео мы поговорим на тему, зачем нам YouTube-канал. Начнем с того, что еще в далеком 2015 году я открыла YouTube-канал, который на тот момент назывался Life in New Zealand. Долгое время смотрела YouTube, насмотрелась и захотелось тоже открыть канал о Новой Зеландии, рассказывать о жизни в стране. И вот в апреле 2015 я выпустила новое видео, которое было о праздновании Пасхи в Новой Зеландии. Изначально канал как бы вела я, Иван появлялся периодически в каких-то блогах, совместных видео, потом постепенно мы делали отдельные видео для Ивана. Как бы нам было интересно рассказывать о стране. На тот момент, кстати, я делала research, то есть смотрела, есть ли какие-то каналы о Новой Зеландии, кто что рассказывает. И на тот момент в 2015 году не было полноценного канала, который бы вот именно вещал постоянно, там еженедельно выкладывал видео о стране. Таких каналов не было. Были какие-то каналы, которые кто-то когда-то начал, выпустил несколько видео и канал заглох. Так что можно сказать, что мы были одни из первых, кто именно начал вести канал и такой на регулярной основе. Так вот, начали мы вести канал. Постепенно Иван стал вливаться в работу. Ему это тоже стало нравиться. И получается 1 октября я специально посмотрела. 2018 года мы выпустили первый выпуск новостей. Выпустили мы 3 выпуска с какой-то периодичностью. И потом как-то мы заглохли, перестали их делать. И получается в 2020 году, в марте, когда начался ковид, мы очень активно стали выпускать видео про то, что происходит в стране. Это были новостные выпуски, которые выходили практически каждый день. Мы очень активно освещали ситуацию. И вот с тех пор именно формат новостей очень сильно так влился в наш канал. Немножко поменял даже его структуру. Я как бы постепенно начал отходить на второй план. Уже, как вы видите, я не часто появляюсь в видео. Я перешла больше за кадр. Работаю в основном с тем, что снимаю видео, монтирую их и занимаюсь полностью производством видео и выпуска на YouTube подборкой тем. Вместе мы обговариваем то, что мы будем снимать. Делаем такой приблизительный план видео. Что касается новостей, это, конечно же, только работа Ивана. И получается, вот сейчас постепенно формат нашего канала с годами, вернее, изменился, и звезда канала стал Иван. Да, звезда канала. Ну да, в принципе, ковид дал такой толчок именно по пути движения канала, что мы хотели делать. Что, вернее, мы начали делать. Потому что изначально это просто хобби было. А тут, когда мы стали выпускать вот именно информативные видео в виде новостей, да, рассказывать, какая же ситуация. Потому что, во-первых, все равно сидели дома. Во-вторых, было интересно самим, потому что это никогда не происходило. Я думаю, всем было и страшно, и интересно, что же это такое за зверь этот ковид, да, и так далее. А тем более, когда мы в стране закрытой. И вот эта вот информативность пошла людям, так скажем, на пользу, наверное. Потому что многие стали писать нам и спрашивать дополнительные вопросы уже не только про новости, а про какие-то конкретные вещи, про страну, а почему это так, а как у вас это дела обстоят, а цены какие, и так далее. Огромное количество вопросов стало проходить. И мы стали на этих вопросах, по этим вопросам снимать видео, в принципе. И он стал более информативный канал. Люди стали интересоваться конкретными вещами. Те, кто хочет, в первую очередь, переехать. Стало очень полезно многим людям, кто не говорит по-английски, но проживает в стране. То есть, либо у кого дети проживают, тем более люди в возрасте, у кого дети проживают в той же самой Новой Зеландии. Мы очень много позитивных отзывов получали от этих людей, и они были благодарны нам, что хоть от нас они узнают, что же происходит в этом государстве. Потому что дети мало чего рассказывают, либо ты живешь и в силу своих возможностей не можешь прочитать новости, что же творится в стране. То есть, вот наш канал, именно благодаря новостям, каким-то образом мы преподносили. Потом, опять же, мы решили, что нужно как-то все-таки дальше развиваться. И искали, думали что-то, что и как. Но как-то у нас так и... Вот оно шло и шло. Именно больше, в первую очередь, канал посвящен помимо нашей жизни в этих странах, в Новой Зеландии и Австралии. А также, в принципе, основное направление – это информационная, так скажем, поддержка людей. То есть, мы стараемся людям дать информацию, которую знаем сами. Наверное, так. Ну вот, как изначально Илона сказала, я один остался в кадре, Илона опять за кадром. Но неважно, если что, она будет какие-то вещи добавлять. То есть, потому что там более важно сидеть, смотреть, чтобы все записывалось, чтобы все было в порядке. Еще канал наш, как бы, позволяет нам дополнительно... Почему он у нас еще? Мы знакомимся с различными людьми. Мы ищем круг интересов, мы общаемся с людьми, встречаемся с нашими подписчиками. С кем-то остаемся знакомыми, с кем-то больше не общаемся, с кем-то друзьями. Сами понимаете, все люди разные. Соответственно, поэтому таким образом идет круг общения. Он расширяется, конечно же, но в то же время кому-то становится неинтересно с нами. Они помимо общения через канал, общаются с нами лично, и вот почему-то мы расходимся, например. А с кем-то наоборот, больше начинаем общаться. Ну, это естественно, люди разные, как я уже сказал. А еще, наверное, основное направление, вот как я уже сказал, нашего канала, это помощь людям. Потому что огромное количество имейлов, сообщений в Инстаграме и в комментариях мы получаем от наших зрителей, от наших подписчиков с вопросами различными. Я по мере возможности стараюсь помогать людям, советам, каким-то даже действиям некоторым. То есть различные ситуации бывают. Естественно, я не могу разорваться, это очень много времени все отнимает. Даже элементарная подготовка видео. Я думаю, многие из вас понимают, что это не просто так сел. Вот мы включили камеру, давай снимем, запишем, без подготовки, без ничего. Тем более события недели, новости, либо какие-то серьезные темы. Это требует безумной подготовки. И совмещать это с семьей и с работой, да, и с отдыхом довольно-таки сложно получается. Поэтому, когда у меня есть возможность кому-то помочь советам, помочь каким-то действиям, я всегда это делаю. То есть многие из вас, я думаю, это знают. Не всегда всем получается полностью помочь. Иногда бывают люди, которые начинают очень многого требовать, да. Но вы понимаете, что это мое время, которое, ну, действительно ценное, да. Для любого его время очень ценно. И то есть если вы действительно хотите со мной полноценную консультацию, со мной пообщаться по какой-то теме, чтобы я подготовился, я вам рассказал, показал и так далее. То есть для этого у нас есть такая возможность. Вы можете с нами связаться. У меня есть платные консультации. Там она недорогая. То есть я специально, вы скажете, что вы хотите узнать, я подготовлю информацию для вас. Я с вами пообщаюсь, дам свой совет. Опять же, мы не занимаемся иммиграционными делами, сразу вам говорю. Не занимаемся этими консультациями, потому что, во-первых, это надо уметь. Во-вторых, нужно иметь лицензию. То есть смысл не в этом. Мы именно рассказываем и помогаем людям просто понять, какая жизнь в Новой Зеландии и в Австралии. Как мы живем, с чем мы сталкиваемся, наши ошибки, чтобы вы меньше допускали этих же ошибок. Понятно, что каждый спотыкается в свои грабли, однако, возможно, вы что-то увидите у нас и не будете делать, как мы. Либо, наоборот, будете делать, как мы, какие-то вещи. Мы делимся своим опытом, потому что сами много ошибок допускали, и чтобы вы допускали меньше. На данный момент наш канал, конечно же, вообще финансово денег не приносит. Точнее, деньги какие-то капают, но это деньги больше на кофе. Это вот пойти на выходных, попить кофе и расслабиться. Только, в принципе, для этого. Во-первых, потому что подписчиков не так уж и много, хотя многие удивляются, а почему у вас так? Ну, наверное, потому что мы стараемся ни в какие скандалы не встревать, никого не оскорблять. Это безумно тяжело, потому что у всех есть свое мнение, у всех своя правда, да, и со всеми найти общий язык очень-очень сложно. Опять же, когда пишут нам негативные комментарии, я уже много раз говорил, одно дело – это критика, другое дело – это оскорбление. Я сразу же стараюсь удалять это все дело, или люди начинают ругаться, потому что, ну, мы хотим сохранить наш канал именно на такой хорошей, позитивной ноте. Потому что чем больше скандалов, я согласен, тем больше у тебя будет подписчиков, комментариев, потому что негативный комментарий – это тоже комментарий, да, и так далее, и больше просмотров. Однако мы стараемся все равно сохранить его более нашим таким семейным каналом. Вот и все. И в то же время, чтобы помогать всем людям, независимо от их национальности, расы, да, или там, половые принадлежности. Поэтому, ну, как бы вот, вот, как-то так мы стараемся держать баланс. Не всегда получается, но мы стараемся. Поэтому еще одна вещь. Большинство, даже не большинство, вернее, где-то около половины наших зрителей нас смотрят из России. И сами знаете, что монетизация сейчас отключена. Это еще тоже ударило немножечко по, так скажем, доходу нашему с каналу. Но мы его не считаем как за доход. Я уже сказал, это именно деньги на кофе на данный момент. Если все будет хорошо развиваться, возможно, что-то будет продвигаться, и мы действительно оценим это. Ну, вот, примерно вот такое у нас видео получилось. Давайте подытожим, для чего действительно нам нужен наш YouTube-канал. В первую очередь, это желание помогать другим людям. Вот есть какое-то желание внутреннее помогать людям. Хочется, и все. Так что это, в принципе, все бескорыстно. Конечно же, никто не говорит, что мы все хотим делать полностью бескорыстно и так далее. Нет, конечно же. Конечно, хотелось бы, чтобы канал развивался. Хотелось бы, чтобы количество подписчиков и просмотров росло. Чтобы он стал какой-то реальный доход приносить, потому что мы в него вкладываем очень много сил, очень много энергии нашей. И не только, да и финансов, по большому счету. Потому что мы стараемся вам показывать различные места. Мы едем туда, иногда даже едем специально снимать для нашего канала. То есть, но, опять же, все равно мы это все делаем именно для того, чтобы вам было интересно нас смотреть. И для того, чтобы вам помочь. В первую очередь, узнать эти страны, узнать Австралию, узнать Новую Зеландию, узнать, как здесь живут люди в настоящей обстановке, без всяких прикрас. Нас многие часто критикуют за то, что мы очень много негатива какого-то говорим. Но мы не говорим конкретного негатива. Мы не оскорбляем страны, мы не оскорбляем людей. Мы говорим о том, что происходит в стране. Какая здесь жизнь по-настоящему. Что здесь не все так гладко, что здесь тоже есть свои проблемы. Вот это мы пытаемся донести. Поэтому, если вам это помогает, мы безумно этому рады. Мы очень рады, что вы нас смотрите. Продолжайте нас смотреть. Делитесь нашими видео со своими друзьями, со своими знакомыми, родственниками. Распространяйте наш канал. А еще, конечно же, зачем нам ютуб-канал? Это потому, что нам нравится этим заниматься. Если бы нам не нравилось, мы, наверное, столько лет не снимали бы видео. Это в первую очередь нам интересно. Да, потому что, кстати, если вы нас смотрите очень долго, вы заметили, что у нас были как взлеты, так и падения в плане количества видео. Иногда у нас опускались руки. Мы что-то заканчивали, пытались, думали, что все, хватит, надоело. Да, такие перерывы были, но такие небольшие. Но мы все равно возвращались уже столько лет на канале, поэтому, наверное, нам это нравится делать. Потому что ютуб-это как раз такое место, где люди, если им это действительно нравится, это их, то они продолжают делать. Делают перерывы, потому что бывает, что надоедает, хочется отдохнуть, но все равно возвращаются и продолжают делать. Вот. И интересно было бы, что в комментариях вы написали, как давно вы нас смотрите, с какого видео вы нас начали смотреть, то есть с какой темы, и что бы вы еще хотели увидеть на нашем канале. Солнышко, кстати, вот, мы сколько раз и нас критиковали, то, что вот, вы в очках снимаете, даже если солнца нет, вот оно даже за тучками, а я смотреть уже не могу. Ракурс поменяли чуть-чуть, солнышко сейчас светит так вот, и просто в камеру смотреть невозможно. Поэтому еще раз, вот, пожалуйста, яркий пример того, насколько сильнее здесь солнышко. Да. Ну, на этом у нас все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Давайте продолжать общаться в комментариях на сегодня. Всем пока. Пока-пока.